И в частности поговорим сегодня об проведении неоадювантной химиотерапии у пациентов с инвазией опухоли в мышечный слой. Итак, целью проведения неоадювантной химиотерапии в данном случае и основной целью является элиминация микрометастазирования. Кроме того, я думаю, присутствующие здесь онкологи, химиотерапевты, которые непосредственно проводят лекарственную терапию, знают о том, что проведение неоадювантной химиотерапии переносится пациентами гораздо проще, чем назначение химиотерапии в адювантном режиме. Ну и кроме того, учитывая данные исследований, все-таки улучшение общей выживаемости от 5 до 8% наблюдается в группе пациентов, которые получали неоадювантную химиотерапию. Основными рекомендациями на сегодняшний день практически всех основных европейских, американских онкологических ассоциаций сходятся на том, что при выявлении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря обязательной тактикой лечения является назначение неоадювантной химиотерапии с последующей обязательной радикальной цистектомией, с лимфоденектомией, либо в случае, если пациент отказывается от радикальной операции, рассматриваются варианты мультимодальной терапии. На слайде представлены рекомендации Европейского сообщества медицинских онкологов. Но в чем здесь особенности? Во-первых, проводится категоризация пациентов на этапе назначения неоадювантной химиотерапии о возможности назначения платиносодержащей схемы, основываясь по критериям Гальского. В случае, если пациенту невозможно назначить неоадювантную химиотерапию с платиносодержащим компонентом, в частности цисплатином, к сожалению, более 50% пациентов со стадии Т3-Т4 и поражением лимфатических узлов рецидивируют достаточно быстро и ассоциированы с достаточно низкой пятилетней выживаемостью, которая варьирует в пределах 25-30%. Кроме этого, особенность формирования тактики лечения пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря – это важность принятия коллегиального решения, когда в консилиуме должны участвовать не только хирурги, онкоурологи, но и химиотерапевты. К сожалению, по мировым данным, только 12-13% пациентов, которые могли бы получить неоадювантную химиотерапию, получают ее в итоге, несмотря на то, что даже мировые рекомендации предлагают нам начинать лечение данной группы пациентов с неоадювантной химиотерапией. Тем не менее, неоадювантная химиотерапия тоже не панацея, и, к сожалению, примерно 50% пациентов, которые все-таки ее получают, имеют остаточное заболевание высокого риска выше Т2, которое ассоциировано с медианой выживаемости 3-4 года. Ну и также 50% пациентов не подходят для назначения адювантной терапии. Основными стандартными схемами неоадювантной химиотерапии на сегодняшний день являются гемцитабин и цисплатин плюс дозоинтенсивный режим МВАК, методриксат, винбластин, доксорубицин с обязательным включением цисплатина. Кроме этого, в практике используются схемы режима МВАК стандартного и назначения химиотерапии CMV, то есть тот же самый МВАК, только с исключением препарата антрациклинового ряда. Говоря о истории вообще неоадювантной химиотерапии, достаточно давно начались попытки улучшить общую выживаемость и результаты лечения в группе пациентов с неблагоприятным прогнозом. Еще в 80-х годах начались клинические испытания. Сначала это были монорежимы цисплатина, где, к сожалению, не получено было статистический выигрыша в общей выживаемости в данной группе пациентов. Надо сказать, достаточно длительно проводящиеся исследования и попытки улучшить общую выживаемость не давали результата. Так в исследовании Nordic Trial 1 и Nordic Trial 2, где сопоставлялись уже дуплеты цисплатин в сочетании с антрациклином и цисплатин в сочетании с метатриксатом, точно так же не показывали статистическое улучшение общей выживаемости. Однако и в том и в другом случае наблюдалась тенденция к улучшению данных показателей. Наиболее крупное исследование и значимое исследование в области неодювантной химиотерапии рака мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря это исследование BA-06, где исследовался триплет цисплатин, метатриксат и винбластин. Данные были опубликованы в 1999 году, и как раз там наблюдалось улучшение трехлетней выживаемости на 5,5% в группе пациентов, которые получали цисплатин, содержащую химиотерапию. Исследование SWOG, которое проводилось с конца 80-х до 1998 года, исследовало режим M-VAC, то есть предыдущим препаратом был добавлен доксорубицин, и вот здесь как раз результаты пятилетней выживаемости были улучшены до 57% в группе неодювантной химиотерапии против 43% пациентов, которые получали или прошли только радикальную цистектомию. Стоит остановиться на достаточно известном метаанализе, на который ссылаются практически все доктора и ученые. Исследование, опубликованное в 2003 году с обновлением данных в 2005, где был проведен метаанализ 10 рандомизированных исследований, на основании которого как раз таки и сообщается об улучшении пятилетней общей выживаемости на 5%. Но дополнительно стоит сообщить о том, что при проведении этого же метаанализа было доказано, что назначение цисплотина в монорежиме, к сожалению, не приносит улучшения результатов лечения в данной группе пациентов. Что касается схемы гемцитабинцисплотин, такой, условно говоря, не золотой стандарт, но, можно сказать, схема выбора у многих химиотерапевтов и онкоурологов при назначении в неоадювантном режиме, к сожалению, нет проспективного рандомизированного исследования в неоадювантном лечении рака мочевого пузыря именно этой схемы. То есть все данные основываются только на ретроспективном анализе, который сравнивает эффективность схемы GC против стандартного режима M-VAC и была доказана сопоставимая эффективность этих режимов, однако выигрыш схемы гемцитабинцисплотин отличался лучшей переносимостью и лучшим профилем токсичности против схемы M-VAC. Но, тем не менее, назначение схемы M-VAC доказало более низкий риск рецидива у пациентов в группе с поражением лимфатических узлов. Продолжались попытки поиска новых вариантов терапии, предпринимались попытки интенсифицировать лечение, проводились исследования с дозой интенсификации режима гемцитабинцисплотин, в том числе режим дозоинтенсивный M-VAC, который, как уже сказал предыдущий докладчик, кроме того, чтобы улучшить общую выживаемость, также был интенсифицирован с целью снизить токсичность данного режима. Исследования начинались при метастатическом раке мочевого пузыря, где было доказано улучшение показателей общей выживаемости и безрецидивной выживаемости, и плюс, бонусом к этому, снижение токсичности режима, где смертность, связанная с токсичностью, составила 4% для стандартного режима M-VAC против 3% для дозоинтенсивного режима. Кроме того, костно-мозговая токсичность 3-4 степени в виде ликопении и тромбоцитопении была ниже в группе дозоинтенсивного режима. Однако дозоинтенсивный режим отличается более высокой гастроинтестинальной токсичностью, то есть тошнота и рвота 3-й степени отмечается чаще при назначении данного режима. Ну и одно из самых на сегодняшний день актуальных и известных исследований рандомизированное исследование 3-й фазы VESPER французское исследование, которое проводилось с 2013 по 2018 год и оценивало неоадювантную химиотерапию в дозоинтенсивном режиме против стандартного режима гемцитабинцисплотин у пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Надо сказать, что это первое проспективное исследование 3-й фазы, где эти два режима сопоставлялись так называемой head-to-head лицом к лицу. И пациенты были рандомизированы на две группы. Пациентам с стадией заболевания Т2Н0-М0 назначалась неоадювантная химиотерапия. Пациенты распределялись в два рукава с неоадювантной химиотерапией и дозой интенсивным МВАК против гемцитабинцисплотин. Группа же пациентов, которые имели опухоль Т3 с поражением лимфатических узлов, им проводилась радикальная цитектомия с последующим назначением адювантной химиотерапии по вышеназванным режимам. Первичной конечной точкой было названо трехлетнее время без прогрессирования. Что же стало результатом? Справедливости ради надо сказать, что, условно говоря, исследование ВЕСПР не достигло своих первичных конечных точек. То есть статистически не было получено улучшение общей выживаемости, трехлетней общей выживаемости в общей популяции пациентов. Однако при проведении поданализа, и что для нас наиболее интересно сейчас, оказалось, что проведение неодевантной химиотерапии по режиму DDM-ВАК было связано со значительно более длительным временем без прогрессирования по сравнению с режимом гемцитабинцисплотин. И на сегодняшний день данная схема рассматривается как новый стандарт терапии при достаточно контролируемом профиле токсичности данной химиотерапии. Если смотреть более детально, было показано, что при назначении в неодевантном режиме доза интенсивный режим МВАК получили 60% пациентов в полном объеме химиотерапии. Режим GC был в полном объеме назначен 84% пациентам. Последующее проведение радикальных цистектомий было сопоставимо. 91% в группе DDM-ВАК против 90% в группе GC. Но выигрыш дозы интенсивного режима основывался на, во-первых, более высокой частоте объективного ответа, а также так называемое снижение стадии заболевания даунстейндж наблюдался в 77% случаев против 63% в группе GC. И частота полных патоморфологических ответов в группе дозы интенсивного режима наблюдалась в 42% против 36% в группе Емцитабинцисплатин. Что касается побочных реакций, я думаю, ни для кого не секрет, что уплотненные режимы, конечно, отличаются более высокой токсичностью и требуют достаточно больших усилий как от врача, проводящего данный режим, так и от самого пациента. И, собственно, сообщения исследователей подтверждают это. Значительно чаще наблюдалось анемия, тромбоцитопения и тошнот рвота в группе пациентов, которые получали дозы интенсивный режим МВАК. Но одно из наиболее таких грозных осложнений это фибрильная нейтропения, которая была отмечена практически в 3 раза чаще в группе дозы интенсивного режима. Но 6,5% это достаточно, можно сказать, высокий режим. Тем не менее, исследователями сообщалось о достаточно контролируемых побочных эффектах. И ранее я уже упоминала, что 60% пациентов все-таки получили химиотерапию в неоадивантном режиме в полном объеме. И говоря о назначении химиотерапии в неоадивантном режиме или адивантном режиме, ранее уже сообщалось о том, что обязательно проводится категоризация пациентов в зависимости, категоризация осуществляется по критериям Гальского с учетом общего соматического статуса, периферической нейропатии, клиренса креатинина, потери слуха и сердечной недостаточности. В случае, если у пациента имеется какой-то из этих критериев, к сожалению, он исключается из группы пациентов, которые могли бы получить неоадивантную или адивантную химиотерапию. И, соответственно, для группы пациентов в неоадивантном режиме, к сожалению, на сегодняшний день нет стандартных опций терапии. А вот для пациентов в адивантном режиме проводится на сегодняшний день достаточно много попыток найти опции терапии. Для группы пациентов высокого риска прогрессирования. В частности, изучаются чекпоинт-ингибиторы в исследовании МВИГР. Исследовался отезолизумаб. К сожалению, исследование не достигло своей первичной конечной точки в виде улучшения общей безрецидивной выживаемости и не получило одобрения ни в каком международном сообществе. Однако исследование неволюмаба в третьей фазе рандомизированного исследования Checkmate 274, где неволюмаб оценивался против плацебо в адивантной терапии мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, куда включались пациенты, перенесшие радикальную ацистоктомию, которым проводилась неоадивантная химиотерапия или без нее, а также по результатам послеоперационного исследования находились в группе высокого риска рецидива заболевания. Также стоит отметить, что в исследовании все-таки включались пациенты вне зависимости от статуса PDL. По результатам неволюмаб доказал свою эффективность, когда улучшил время до прогрессирования по сравнению с плацебо у пациентов в данной группе, но при проведении поданализа было доказано, что все-таки пациенты, которые имели положительный статус PDL, получали наилучшие результаты в данном исследовании. Таким образом, неволюмаб в последующем получил одобрение FDA и MA для пациентов с положительным статусом PDL и в 2021 году получил одобрение FDA и MA в 2022 году соответственно. В заключении хотелось бы сказать, во-первых, о важности мультидисциплинарного подхода при формировании тактики лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, который позволяет все-таки улучшить результаты лечения данной группы пациентов. Подход к лечению пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря на сегодняшний день состоит из неодевантной химиотерапии на основе цисплотина с последующей радикальной цистоктомией и лимфодисекцией. На сегодняшний день предпочтительным режимом является доза-интенсивный режим МВАК, обеспечивая высокую частоту ответа, увеличивая время без прогрессирования с тенденцией к увеличению общей выживаемости, а также приемлемой профильной токсичности. Для пациентов, и это приблизительно половина пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, которые не подходят для проведения неодевантной химиотерапии или вообще в целом химиотерапии на основе цисплотина, к сожалению, на сегодняшний день не существует стандартов лечения. Однако в одевантном режиме неволюмап может быть рассмотрен как опция терапии, которая улучшает время до прогрессирования. На этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ